Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, позвольте выразить вам глубочайшую признательность, что мы сегодня здесь все собрались на столь актуальном мероприятии, подводящем итоги года, особенно если касается лекарственной терапии злокачественных опухолей, лекарственной терапии. И говоря о ключевых событиях, я не могу не поделиться с вами фотографией, на которой вы, наверное, все узнаете основоположников, если так правильно сказать, российской, московской школы лекарственной терапии, Санкт-Петербургской, Ленинградской школы химиотерапии, а именно Михалыча Гершиновича, который родился 18 сентября 1924 года, и Наталья Накентьевна Переводчикова, родившаяся 10 октября этого же года, и Наталья Накентьевна Переводчикова в этом году на своем рабочем месте отпраздновала юбилей. И, конечно же, от нашего общего имени хотелось бы поздравиться с столь значимым событием для нас, для всех, и я думаю, что те книги, которые выпустила Наталья Накентьевна, по сути, это та Библия, с которой я, например, как многие из нас, начинали свое обучение. И поскольку есть немного времени, и все последующие сессии, они будут проходить с интерактивным голосованием, я попросила бы вас достать ваши умные телефоны, смартфоны. И когда мы с коллегами обсуждали концепцию данного доклада, то мы все сходились на основных ключевых вопросах, которые, наверное, или так или иначе, или те парадигмы, которые родились с тем обилием знаний в лекарственной терапии 2019 года. Что для вас лекарственная противоопухолевая терапия 2019 года? Движение вперед и того, что сейчас уже кажется простым, к тому, что сейчас кажется сложным. Это второе, новое в осмыслении дизайнов протокола, оценки эффективности, новая токсичность, особенно если это касается иммуноопосредованных осложнений в области иммунотерапии злокачественных опухолей. Третье, в начале пути и большой путь еще предстоит, и онкологические больные стали жить. Вот, пожалуйста, те достижения, которые мы коснулись в этом году, как бы вы охарактеризовали? Это пробное голосование, но я очень надеюсь, что у нас получится с вами проголосовать. Сейчас голосование запущено, Олег Сергеевич? Отлично. Сколько у нас времени уйдет на голосование? Хорошо, давайте мы отведем на это 5 секунд, буквально, чтобы не тратить наше драгоценное время. Глубоко уважаемый президиум, удалось проголосовать? Конечно. Ну тогда я попрошу все-таки, это пробный блин, но тем не менее, вывести на экран голосование. Так вот, я соглашусь с каждым из вас, кто проголосовал, действительно, все, что написано на экране, мы могли бы характеризовать еще по-другому. Но самое важное в том, что мы здесь для того, чтобы получать новые знания, делиться нашими знаниями. И, собственно, для того, чтобы наши больные жили долго и качественно. И тот девиз, который был услышан НАСКО весь в этом году, он достаточно глубокомыслен. Если хочешь идти быстро, иди один, но если хочешь уйти далеко, иди вместе. Потому что, основываясь на мультидисциплинарном подходе, комплексном подходе, прецизионном, высокоточном, но прежде всего пациентцентрированным, проблемно ориентированным, ведь мы подошли к тому, что пациент разделяет с нами ответственность. Он больше не пассивный пассажир, а активный водитель автобуса под названием «Жизнь». И вот это вот должна быть разделенная ответственность за принятие решения. Пациент вместе с нами принимает решение о тех подходах, которые мы используем для лечения. Все лишь для того, чтобы именно вот этот основанный пациент, центрированный пациент находится в центре нашей мультидисциплинарной команды. Проблемно ориентированный подход. Все для того, чтобы правильному пациенту в правильное время был назначен правильный препарат. И ключевые события, они основываются на ключевых словах. И вот с Ланатольевной, с коллегами мы обсуждали, как же построить данную и рассказать такую данную сложную тему. Наверное, очень сложно, потому что если рассказывать о всех тех новых препаратах, показаниях, которые вошли, конечно, можно кого-то забыть. Но мы решили остановиться на наиболее ключевых словах, основных событиях, которые произошли в этом году. Так вот, иммунотерапия на настоящий момент солидных опухолей рассматривается. Ее основной тренд более ранее назначение более эффективной терапии на более ранних этапах. Именно на этапе предоперационной терапии. Посмотрите, когда мы видели такой высокий процент полных патоморфологических лечений в предоперационных подходах больных немелкоклеточным раком легкого. Посмотрите, комбинация иммунотерапии с химиотерапией. Полный патоморфологический эффект достигается в 59% случаев. До эры иммунотерапии полные патоморфологические эффекты практически не наблюдались. И тот тренд, что иммунотерапия идет на более ранних этапах, мы, конечно, будем говорить. Мы сегодня будем говорить и обсуждать это на сессии, посвященной раку легкого, на сессии, посвященной меланоме. Но вот из тех регистрационных показаний, которые сейчас есть, так вот, это прежде всего Дурволумаб. При нерезиктабельном местно распространенном раке легкого у взрослых пациентов, у которых выявлено прогрессирование заболевания после химио-лучевой терапии на основе препаратов платинов. И неодевантные исследования не ограничиваются. Их много. И это не только ранний рак молочной железы, для которых неодевантная терапия, достижение в области неодевантной терапии, суррогатный маркер увеличения общей безрецидивной выживаемости. Это и даже в том случае, и мы рассматриваем, и при больных раком мочевого пузыря, при раке желудка, при опухолях головы и шеи. Но, казалось бы, да, мы провели неодевантную терапию, а что же делать с остаточной опухолью? У нас не было решения этого вопроса. Вот на сессии, посвященной раку молочной железы, Владимир Федорович Семиглазов, в твоем докладе, конечно же, осветит, что же нам делать с остаточной опухолью. Но сейчас мы имеем инструмент, зарегистрированный тростозумапом Танзин, который назначается больным хердопозитивным раком молочной железы с инвазивной остаточной опухолью после неодевантной терапии таксанами и тростозумапом. Другое ключевое слово, которое стало так нам уже знакомым, и мы не можем планировать нашу одевантную терапию колоректального рака без знания о микросателлитной нестабильности, как признак благоприятного прогноза. И сейчас мы имеем фактически два препарата. Прежде всего, пембролизумап, который показан для пациентов с распространенным злокачественным образованием высоким уровнем микросателлитной нестабильности, включая нарушение репарации ДНК у пациентов, которые ранее не получали лечения. Посмотрите, да, мы знаем, что микросателлитная нестабильность наиболее часто встречается при раке эндрометрии, при колоректальном раке. Посмотрите, даже при раке поджелудочной железы из шести пациентов у пяти достигнута объективный контроль над заболеванием с длительностью 9 месяцев и более. И при раке молочной железы двух пациентов. Да, микросателлитная нестабильность при данных патологий встречается крайне редко, но у этих пациентов, у всех из двух, у кого была выявлена микросателлитная нестабильность, полный ответ, объективный ответ был достигнут в 100% случаев. Пусть маленькие цифры, но Евгений Наумович что-то говорит, это крайне важно. И вторая регистрация неволумаб, комбинация с эпилемумабом для метастатического колоректального рака с высоким уровнем микросателлитной нестабильности или дефицитом депарации ошибок репликации ДНК после терапии с использованием стандартных режимов химиотерапии. И еще версия мутации, но без этого понятия, без этого маркера мы уже вообще не представляем лечение и диагностику пациентов раком легкого. Не только раком легкого, мы и при поджелудочной железе, и при ради других локализации, при раке яичников исследуем данный маркер. Так вот, мы уже имеем регистрацию в качестве монотерапии метастатических ER2-позитивный рак молочной железы у взрослых пациентов с герминальной мутацией генной БРСА, ранее получавших неодевантную или одевантную химиотерапию, либо химиотерапию по поводу метастатического заболевания. Вот буквально на днях произошла регистрация лопариба для больных БРСА герминальной мутации у больных раком молочной железы. Дополнились рекомендации по лопариду у больных раком яичника. Хотелось бы отметить, что это поддерживающая монотерапия впервые выявлена распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы или первичного пертониального рака высокой степени злокачественности с мутацией гений БРСА у взрослых пациенток, ответивших на платин, содержащую химиотерапию, и основной в первой линии, и основной поддерживающей монотерапии планино-чувствительного рецидива эпителиального рака, рака маточной трубы или первичного пертониального рака высокой степени злокачественности у взрослых пациентов, ответивших на платин, содержащую химиотерапию. Обратите внимание, здесь про БРСА и мутацию ни слова не сказано, резистентность. Еще главное ключевое слово, которое мы используем постоянно в нашей клинической практике. И здесь, конечно, если мы будем говорить о раке легкого, это вообще слово, которое крайне актуально, и Федор Владимирович Моисенко будет в своем докладе упоминать. Я же хотела буквально несколько слов сказать о том, что мы близко подошли к прецизионной терапии, и сейчас уже в 40% случаев у больных люминальным раком молочной железы выявляется маркер резистентности гормонотерапии, мутация фосфодитолоза, нитолтрикиназы. И мы уже четко, и даже мы имеем препарат, пусть он еще не зарегистрирован на территории Российской Федерации, но опять-таки мы имеем инструмент, который может пролить свет контролю заболеваний у больных резистентных к стандартным видам терапии. И еще, казалось бы, трудные опухоли. Посмотрите, мелкоклеточный рак легкого, трижды негативный рак молочной железы. Их объединяет то, что прежде это высокий маркер пролиферации. Период удвоения опухоли у них крайне большой. Но тем не менее мы опять-таки получили в этом году достаточно важные опции в лечении больных мелкоклеточным раком легкого в первой линии. Это отелизолизумаб в комбинации с карбоплатином и топозидом в первой линии терапии. Невлумаб в качестве монотерапии метастатического мелкоклеточного рака легкого взрослым с прогрессированием после химиотерапии. На основе препаратов латины и минимум одной линии терапии. И пепролизумаб у тяжело предлеченных пациентов среди рецидивирующим и метастатическим мелкоклеточным раком легкого. Посмотрите, какие возможности для лечения больных крайне неблагоприятных. Больные очень хорошо отвечают на химиотерапийный эффект, кратковременен. И трижды негативный рак молочной железы. Посмотрите, если мы решаем о судьбе пациентов трижды негативным раком молочной железы, наличие Берсей-мутации позволяет нам уже сейчас рассмотреть возможность назначения ПАРП-ингибиторов. Наличие ПДЛ-экспрессии. Для нас сейчас есть препарат в нашем арсенале, который мы можем назначить в качестве первой линии терапии. В комбинации с НАПА-клитокселом при наличии экспрессии ПДЛ более 1% на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоль. Изменились подходы, алгоритмы. Они совершенно перестроились для лечения рака молочной железы. Еще буквально несколько слов про расширенный доступ. Мы часто говорим об этом понятии. Но наиболее интересный препарат, конечно же, это энтректиниб для соленых опухолей с перестройкой генов НТРК. Регистрация в этом году в ЖНВЛП затронула 11 новых онкологических препаратов. Хочу сказать, что все презентации, о которых мы сегодня будем слушать, в ближайшее время будут выложены на сайте YouTube НИИ онкологии. И если мы что-то быстро пролистываем, всегда сможете в следующий раз спокойно в обстановке остановиться и просмотреть всю необходимую вам информацию. Регистрация FDA – это то, что наше будущее. И всегда мы обращаем на это внимание, поскольку сегодня препарат зарегистрированный FDA, завтра, очень надеемся, что все административные препоны будут решены очень быстро, и эти препараты появятся и для лечения наших больных. И в заключении я хочу сказать, что знания существуют для того, чтобы его распространять. То маленькое дерево, которое мы сегодня посадили, и посадили уже три года назад, и мы постоянно проводим все вместе такие конференции, направленные для того, чтобы наши пациенты жили долго и качественно. Благодарю за внимание. Продолжение следует...